Почти полтора месяца прошло с тех пор, как пожар в лагере уничтожил один из корпусов. Тогда погибли три девочки из танцевального ансамбля «Адель». Сначала Киевский суд отправил Петра Саркисяна в СИЗО, а после уже Приморский суд в закрытом режиме отпустил директора Виктории под залог в 128 тысяч гривен. Прокуратура с вердиктом не согласилась и начала обжалование решения. Теперь обвинение вновь настаивает на том, что Саркисян игнорировал предписание на устранение нарушений правил пожарной безопасности. И к тому же опрошенной прокуратурой заявили, что сигнализация постоянно сбоила. Следствие установило, что единственным оштрафованным за нарушение была вожатая Наталья Янчик. Приказ о ее назначении, ответственной за пожарную безопасность, прокуратура сейчас параллельно пытается оспорить. Выслушав доводы сторон, коллеги удалилось совещаться, а тем временем в зале возникла жесткая перепалка между родителями и директором лагеря. Дети сгорели заживо. От них остались какие-то фрагменты. Вы говорите, я не виновен. Совесть надо иметь, в конце концов. Кто виновен? А кто виновен? Когда придет то время, я расскажу, кто виновен. Так говорите. Вы понимаете, что переживают родители, когда вот говорят, от ваших детей ничего не осталось, какие-то фрагменты обуглены, и все. А 10 лет с дачи родить этого ребенка. Ростили, ростили, и что? А вы молчите. И говорите, я не виновен. Как можно такое говорить? Спустя час ожидания собравшимся зачитали долгожданное решение суда. Продолжите подозренного Саркисяна Петроса Витисовича 22.01.1964 р. Народжения. Срок тримания под вартою. В ДУ Одесская установа виконания покарания номер 21 на 47 днів без визначения размера застали. Подозрена Саркисяна Петроса Витисовича затримути в залі суду та доставити в державну установу, Одесская установа виконания покарания номер 21. Родители погибших детей считают решение справедливым и хотят, чтобы Петрос Саркисян ответил за свою халатность сполна. На прошлом заседании он говорил, что он невиновен. Сегодня было доказано, что вина есть. Сгорели заживо дети. Остались только фрагменты. И это очень жестокое преступление. Вот за это пусть виновный ответит. Теперь дело за следствием. Собрать все материалы и доказательства вины директора лагеря, а после передать дело в суд. Пока же Петрос Саркисян будет находиться под стражей еще 47 дней до решения о продлении содержания его в СИЗО. Юлиан Аксенов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.